Добрый день, всех приветствую. Это Левтина Пинкальская. Сегодня пятница, середина дня, а значит время подвести итоги недели на российском рынке. Индекс Мосбиржи, ключевой индикатор, рублевый индикатор российского рынка, показал за эти пять торговых дней практически нулевую динамику. Драйверов для роста особых нет. Тот самый затяжной боковик, который, как мы видим, уже с августа, но при этом, при всем и факторов особых для падения тоже не присутствует. Хотя ситуация уже в феврале может измениться. По крайней мере, на такое развитие событий делают ставку некоторые инвестдома. Вот, например, Синаара ожидает снижения российского рынка акций в феврале из-за паузы в дивидендных выплатах. В том числе компания выпустила свой последний обзор модельного портфеля, уже внесла корректировки в него в эту свою стратегию на 2024 год и зафиксировала часть прибыли и увеличила долю наличных в этом модельном портфеле с 10 до 15 процентов. Итак, вот этими негативными факторами, по мнению аналитиков Синаары, являются ограничение притока новых денег в акции из-за, во-первых, паузы в выплате дивидендов, во-вторых, из-за потенциального навеса бумаг, возвращающихся в Россию компаний, то есть из-за потенциального навеса бумаг вследствие редмицелляции. Ну вот, в частности, такие два негативных фактора выделяются из Синаара. Напишите, пожалуйста, в комментариях, обращаясь к нашим зрителям и подписчикам YouTube-канал РБК Инвестиции. Согласны ли вы с таким прогнозом? Ждете ли вы тоже какого-то снижения российского рынка акций в ближайший месяц? Два. Интересна ваша стратегия. Что касается валютных торгов, то рубль у нас накануне потерял около третьи процента относительно доллара и юаня, и сегодня, как мы видим, ослабление российской валюты продолжается. Так, доллар сегодня торгуется в районе 89 рублей 30 копеек, евро 96 рублей 70 копеек. И это, кстати, несмотря на бурный рост нефтяных цен, который тоже мы видим сегодня и вчера. Но в целом динамики такого курса ничего страшного нету. Буквально на прошлой неделе рубль переписал свои полугодовые максимумы. Доллар падал под 87,5 рублей. Так что в целом вот такая закономерная коррекция. В целом приостановка укрепления рубля может быть связана возобновившейся дискуссией у нас во власти вокруг вопроса продления или не продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Напомню, что Минфин и правительство выступают за продление этой меры до конца 2024 года. Центробанк считает, что вклад этой меры в стабилизацию курса нацвалюты был не таким уж и большим. Больше вклад внесло повышение ставки. Да, я уже заговорила про растущие цены на нефть. Можно сказать, что цена бочки марки Brent после месячного перерыва закрепилась выше 81 доллара за баррель. Более того, сегодня в ходе торгов поднималась выше 82 долларов. Стоимость российской бочки Юрлс приблизилась к 70 долларам за баррель. Напомню, что именно, по-моему, вот эта цифра записана, заложена в наш бюджет на 2024 год. Цены толкают вверх. Целый комплекс факторов. С одной стороны, это и снижение запасов нефти и объемов ее добычи в Штатах, сохраняющиеся сложности в логистике, в Красном море. В том числе и плюс возможный фактор. Это некий оптимизм, который возник на китайском рынке из-за объявлений сразу нескольких мер поддержки со стороны и регулятора китайского и властей. Если говорить про какие-то корпоративные истории сегодняшнюю, то отмечу, что Яндекс обновляет локальный максимум и за два дня бумаги выросли на 7 процентов. По итогам вчерашних дней плюс 5 процентов. Ну, не исключено, что возможно, это были какие-то сделки инсайдеров, что ограниченному числу лиц стало известно вот эти самые параметры редмицелляции Яндекса, которые уже давно обсуждаются. Кстати, на этой же неделе российское лицо, юрлицо и российская компания МКАУ стала владельцем главного юрлица Яндекса в России вместо нидерландской структуры. Ну и также отмечу из интересного, что сегодня такой целый пул газовых новостей. Во-первых, добыча газа в России сократилась по итогам 2023 года на 5,5 процентов, в том числе и сокращение объема выпуска СПГ было зафиксировано, об этом сообщил Новок. Но это планово связано было с ремонтами профилактики, в частности, опять-таки, у Новотека. И также вице-премьер сказал, что первая партия СПГ с проекта «Арктика-СПГ-2» может быть отгружена уже в феврале. Более подробно какие-то корпоративные интересные истории этой недели будем обсуждать. И с нами на связи Ярослав Кабаков, директор по стратегии финансовой группы «Финам». Ярослав, приветствую вас. Добрый день. Начну до итоги недели с такой одной и более глобальной новости, не новости, динамики касательно курса рубля. Правительство поддержало продление обязательной нормы валюты, продажи валюты экспортерами. ЦБ против. Но мы помним, что предыдущий спор осенью закончился все-таки в пользу правительства, в пользу Минфина. Если действительно эта норма будет продлена до конца года, как вы считаете, рубль по 90, ой, доллар по 90 будем видеть до конца 2024? Ну, я бы, наверное, согласился с выводами ЦБ, что во многом укрепление рубля происходит на фоне достаточно высокой ключевой ставки. И в большей степени, конечно же, текущую динамику рубля определяет спрос на валюту со стороны импортеров, а импортеры ориентируются на потребительский спрос. И в этом отношении, конечно, эта взаимосвязь с повышением ключевой ставки охлаждает рынок, инфляция постепенно замедляется. Так что я думаю, что рубль все-таки нашел некую, так скажем, равновесную цену по отношению к доллару. И текущие значения вполне вероятно будут удерживаться в ближайшее время. Ну и плюс ко всему, если замедление темпов роста экономики под влиянием высокой ключевой ставки будет происходить, то вполне вероятно рубль еще может показать дополнительные укрепления на фоне снижения импорта. Но, с другой стороны, на импорт тоже достаточно сильно влияет, ну и в том числе на инфляцию, бюджетный стим и сегмент, связанный с ВПК. Так что я думаю, что сейчас большинство факторов нашли, так скажем, такое равновесное состояние с точки зрения динамики российского рубля. Да, интересно, как Ярослав, что вы стоите в этом, скажем так, споре противостояния на сторону ЦБ. Мне кажется, такой консенсус все считают, что, как и Минфин, большая часть укрепления рубля все-таки была вызвана вот этими экспортными ограничениями. И, кстати, тоже мы вчера обсуждали этот вопрос, была противоположная вам точка зрения. Обращаюсь к нашим зрителям, напишите, пожалуйста, вы, как считаете, что больше вклад внесло в укрепление рубля, валютные ограничения или повышение ставки. Вот тоже интересно, да, Ярослав, поняла ваш прогноз. Я бы здесь отметил определенный момент, связанный с валютной выручкой. То есть мы получили ситуацию оборота иностранной валюты на российском рынке, что, конечно же, достаточно сильно сглаживает вот эту волатильность, которую мы наблюдали. Но укрепление рубля – это все-таки как некий фактор высокой ставки. Но без притока валютной выручки, конечно, мы бы видели просто-напросто сверхвысокую волатильность по валютной паре, и это, конечно, создавало бы дополнительные риски и дисконт в рубле. Поэтому, конечно, здесь несколько факторов влияет. Отказываться от продажи валютной выручки, я считаю, конечно, сейчас было бы прежде время. Хорошо, Ярослав, с рублем разобрались. Хотела пройтись быстренько по каким-то интересным событиям этой недели уже в секторе торгов акциями. Вот буквально накануне вышел производственный отчет ММК за четвертый квартал и полный 2023 год, из которого мы узнали, что рост объемов производства по итогам 2023 года был зафиксирован. Плюс 11% к 2022 году. Но, между тем, в четвертом квартале производство сократилось. И в целом даже уровень 2023 больше находится на среднем уровне производства 2015-2019 годов. Но, между тем, к чему все это я веду, вообще, стрелетейные компании, насколько я видела по стратегии, некую консенсусу на нашем рынке, являются абсолютными фаворитами почти у всех. Все говорят, что нужно вот Северсталь, МК, НЛМК, и дивиденды платят, и цены на сталь будут расти, и производство тоже. И вот выходят производственные отчеты, и, в общем-то, видно, что не то чтобы прям производство бурно растет. И цены на сталь в Китае тоже не то, чтобы стремяться вверх. Насколько, на наш взгляд, вот у Финама, тоже интересно, видение Финама на 2024 год, насколько, на наш взгляд, обоснована в таких условиях вот такая ставка на стрелетейные компании, которая вот сейчас постоянно слышится от многих? Ну, вопрос, связанный с дивидендами, он, конечно же, сверхактуальный. Все ждут выплаты дивидендов. И в этом аспекте металлурги выглядят интересно, с одной стороны. С другой стороны, вот опять же, по итогу операционной деятельности ММК и прогнозов на будущие периоды, здесь уже возникают некоторые опасения, связанные с достижением максимумов по выплавке, и прогнозы в этом отношении пока не сильно позитивны. То есть мы видим некий, так скажем, цикл. Сейчас объемы достигли достаточно, опять же, вернулись к 2021 году. И в этом отношении можно ожидать некого отката по объемам, что, наверное, будет создавать не очень позитивную конъюнктуру. Но, на мой взгляд, вот этот откат, в том числе и потенциальные проблемы, связанные с высокими процентными ставками в мире, замедлением мировой экономики, мы будем ощущать уже ближе, наверное, ко второму кварталу. И в текущей ситуации все-таки позитив по металлургам вряд ли что-то сверхнегативно повлияет на текущие котировки. Ну и опять же, выразил бы некоторую, так скажем, осторожность в этом отношении. В любом случае, диверсификация должна присутствовать. С металлургами стоит быть аккуратными. Ну то есть металлурги в вашей стратегии Финама на 2024 год не были фаворитами, не входят? Ну, в любом случае, они входят в портфели наших управляющих. В любом случае, можно отметить достаточно интересную динамику. И с точки зрения, опять же, анализа текущих значений, мы ждем, как отчитаются все три компании. И уже по итогу все-таки ММК исторически был всегда упор на внутренний рынок. И в этом отношении, конечно, стоит дождаться отчетности коллег, чтобы делать уже более, так скажем, качественные прогнозы. Хорошо, Ярослав, да. Следующая, да, громкая история этой недели. Ну как громкая? Громкая события этой недели, связанная вокруг Яндекса. Как я уже говорила, видим бурный рост последние два дня. Все уже в ожидании на низком стартере демицелляции. И МКО «Яндекс» зарегистрировалась в итоге на этой неделе на острове Октябрьской в Калининградской области. Об этом узнали, зарегистрировалась в конце декабря. Вообще, что-нибудь прояснилось насчет схемы раздела? Вот этот сам факт регистрации и вот этот какой-то бурный рост, который мы видим последние два дня. Это какие-то покупки инсайдеров, на ваш взгляд. Что это вообще такое происходит? Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки здесь присутствует определенная спекулятивная составляющая. Есть определенная, так скажем, техническая составляющая. Оптимизм, который мы наблюдали на вечерней сессии вчера и на утренних торгах сегодня, во многом, на мой взгляд, продиктован все-таки преждевременными ожиданиями. С точки зрения стратегии, ну и действий в текущей ситуации, конечно же, Яндекс — это сверхинтересный актив. Понятно, что удерживать в портфеле Яндекс, конечно же, интересно. Но я бы все-таки дождался... То есть, мне кажется, как-то опрометчиво говорить про сверхинтересный актив, когда мы не знаем до конца схему разделения, учитывая еще кейс Киви, который прошел. Вот если будет так же кейс Киви, то будет ли Яндекс интересным активом? Ну подождите, сравнивать все-таки корпоративное управление Яндекса и Киви, на мой взгляд, необоснованно. И отношение двух компаний, учитывая и структуру акционеров, бессмысленно. Основные опасения, которые присутствуют, это покупка бумаг вне контура НРД и различного рода слухи, связанные с дисконтом, недисконтом и так далее. Конечно же, присутствует достаточно большой навес. И вот, опять же, заканчивая мысль о сверхинтересном Яндексе, на мой взгляд, доля в портфеле до 5% вполне интересна. Здесь, конечно же, основной вопрос риска. Почему? Потому что мы видим, что Яндекс, если пойдет... Ну, я бы, опять же, Яндекс, наверное, и редминициляцию Яндекса сравнивал бы с редминициляцией ВКонтакте, нежели чем брал бы за основу кейс... Ну да, да, это, конечно, было такое. Спасибо большое, Ярослав. С нами на связи был Ярослав Кабаков, директор по стратегии финансовой группы Финам обсуждали самые заметные события этой недели на рынке России.